На прошлой неделе Кейт Мидлтон и принц Уильям с рабочим визитом посетили Шотландию. Пара побывала в университете, где познакомилась почти 20 лет назад и различных благотворительных организациях. Кроме того, герцоги кембриджские нашли время для развлечений. Они посетили показ фильма Круэлла, который прошел на свежем воздухе. Все зрители смотрели премьеру на автостоянке прямо из машин. Кейт и Уильям запечатлелись в раритетном авто. Издание New York Post решило вмешаться в историю противостояния королевы Елизаветы II и принца Гарри и потребовало последнего замолчать. С соответствующим обращением к герцогу обратился один из штатных сотрудников зарубежного медиа. С момента, как Гарри и Меган дали скандальное интервью о Прео-Инфре, прошла уже не одна неделя, но мировая общественность до сих пор не может забыть сыпавшихся на голову несчастной королевы и ее родственников обвинений от неблагодарного внука. Намеки принца на то, что именно королева и Чарльз свели в могилу его мать, а также жалобы на собственную ненужность настолько взбесили тех, кто решился посмотреть эту исповедь, что они решили высказаться публично. Так Марин Калахан эмоционально заявила, лично для нее очевидно, что Гарри сам не до конца понимает, какую цель вообще преследует. Герцог Сасикский, по словам репортера, больше похож на ребенка, чем на борца за справедливость. «Мы видим, как ребенок-переросток устраивает эпическую истерику, но суть ее не ясна. Гарри хочет свергнуть королевскую семью. Он вообще знает, чего хочет», — приводит слова сотрудника издания. Более того, Калахан с грустью заметила, скорее всего, эти жалобы со стороны Гарри не закончатся никогда, поэтому всему миру и дальше предстоит смотреть подобие мексиканского сериала. Со своей стороны Марин посоветовала американцам объединяться и гнать Гарри из страны. «Пока мы в этом участвуем, Гарри не осознает, что жалость не заложена в американской ДНК. Хватит позволять ему болтать на камеру, будто он сплетничающая за коктейлем девушка», — подвела черту она. Всю прошлую неделю Кейт Миддлтон и принц Уильям находились в рабочем турне по Шотландии. Каждый шаг герцога и герцогини кембриджских широко освещался в СМИ, а их совместный визит в Сент-Эндрюс, где они познакомились и влюбились друг в друга 20 лет назад, вызвал волну умиления в сети. Кейт Миддлтон и принц Уильям решили провести время наедине и предаться воспоминаниям. Будущие супруги вместе учились в университете Сент-Эндрюс, осваивая на первых курсах историю искусств и арендуя дом с общими друзьями. Проанализировав все последние появления герцога и герцогини кембриджских в прессе, королевский эксперт Ингрид Сьюарт с уверенностью заявила, что их визит в Шотландию был показательным примером того, как должны себя вести представители королевской семьи. И это поведение очень контрастирует с поведением принца Гарри, которая в последнее время только и делает, что жалуется публично на свое психическое здоровье и обвиняет своих родственников во всех своих бедах. Ингрид Сьюарт также подчеркнула, что Кейт Миддлтон и принцу Ильям совершенно сознательно утирают нос Меган Маркл и принцу Гарри, чтобы укрепить свои позиции в Великобритании и позиции Института монархии в мире. Уже сейчас герцога и герцогини кембриджских считают самыми достойными преемниками королевы Елизаветы II. Месяц назад принцу Ильям и Кейт Миддлтон отпраздновали десятую годовщину брака, по случаю чего поделились романтичными снимками и безумно атмосферным видео со своими детьми, семилетним Джорджем, шестилетней Шарлоттой и трехлетним Уэм. Принц Гарри вновь выступил в совместном с Опро и Уинфри проекте с откровениями, которые усугубляют и без того непростые отношения с британской королевской фамилией. В частности, он опять затронул тему суицидальных настроений у Меган Маркл во время жизни среди членов монаршей семьи. Принц Гарри в бонусном эпизоде. Своего телешоу на Apple Plus TV сделал ряд заявлений, в которых увидели очередную порцию камушков в огород королевской семье. Как пишет Daily Mail, герцог Сасикский также признал, что они с опрою Уинфри начали планировать серию сенсационных выступлений еще два года назад, то есть до того, как он пошел на раскол со своей коронованной родней и эмигрировал в Лос-Анджелес с женой Меган и маленьким сыном Арчи в январе 2020 года. В другом эпизоде шоу Гарри поведал о своих переживаниях в связи со смертью принцессы Дианы и заявил, что проблемы психического здоровья, такие как депрессия, напрямую связаны с изменением климата. Гарри и Опра сняли документальный сериал «Я», которого ты не видишь, чтобы сосредоточиться на психических заболеваниях и психическом благополучии. В эпизодах сериала представлены интервью Суинфри, актрисы Глен Клоус и поп-звездой Леди Гага, которая описывала, как у нее случился нервный срыв после того, как она была изнасилована в тениджерском возрасте и забеременела. Но в показанных сериях первую скрипку играет Гарри, который говорит о травмирующих детских воспоминаниях, о своем употреблении наркотиков и алкоголя, чтобы справиться с потерей матери и о его прошлогоднем решении оставить королевские обязанности и вместе с Меган отправиться за океан. Гарри говорит, что надеется на примирение с семьей, несмотря на то, что сам обвинял родных в полном молчании и пренебрежении, когда Меган была склонна к самоубийству. Он рассказал, его родственники стыдятся, когда сталкиваются с проблемами психического здоровья и невероятно хороши в их сокрытии. По словам герцога, в современном мире легко скрыть проблемы психического здоровья, мы живем в обществе, где готовы признать, что страдания являются неотъемлемой частью жизни. Но мы создали общество, в котором мы почти запрещаем или мешаем людям говорить и делиться этими страданиями. Ранее в ходе сериала Гарри утверждал, что его отец принц Чарльз заставлял его страдать и недостаточно защищал его от давления королевской жизни. Также он говорил, что фирма заманила в ловушку, размазала и выбросила его с Меган, когда они уехали на ПМЖ в Штаты в начале 2020 года. В шестом, только что вышедшем, эпизоде сериала 36-летний Гарри поделился с актрисой Глен Клоус своим собственным опытом общения с семьями, имеющими дело с проблемами психического здоровья и скрывающими их. Британская королевская семья – предмет восхищения миллионов людей. Но есть и те, что не упускают возможности высмеять, если не консервативный образ жизни монархов, то их самих. В новом выпуске телевикторины «Have you been paying attention» – очень популярном шоу на австралийском телевидении, ведущие позволили себе двусмысленные высказывания о беременной принцессе Йорка Беатрис. На простой для многих вопрос, кто из членов королевской семьи объявил о скором рождении ребенка. Участники шоу сначала ответили такой репликой. «Чарльз и Камила. Они назовут его Ларри и просто забудут о всей драме с Гарри. Начнут все сначала», – сострила комик Урзила Карлсон. Ведущие дали подсказку, намекнув, что стоит обратить внимание на поколение королевской крови помладше, и еще добавили, что ребенок будет немного итальянским. Конечно, ответ нашелся, но прозвучал в виде шутки на грани фола. «Это принцесса Беатрис, и они надеются, что ребенок не унаследует глаза своей матери», – шокировал зрителей комик Ллойд Пленкфорд. Не все присутствующие в зале оценили такой юмор, а многие интернет-пользователи высказали свое негодование в связи со стратой австралийского ведущего, ведь они считают, что необычные глаза принцессы Беатрис – это ее уникальная черта, изюминка. Впрочем, критику в адрес своей внешности старшая дочь герцога Йоррского, принца Эндрю и Сары Фергюсон, слышат с юности. Напомним, 32-летняя Беатрис сейчас в положении. О том, что принцесса и ее муж Эдоарда Мопели Моц скоро станут родителями, сообщила пресс-служба Букингемского дворца 19 мая. Для ее супруга будущий ребенок станет вторым, у него уже подрастает сын Кристофер от первого брака. Ее королевское высочество принцессы Беатрис и Эдоарда Мопели Моц рады сообщить, что они ждут появления на свет ребенка осенью этого года. Королеву уже оповестили, и обе семьи невероятно рады такой новости, гласило сообщение. Будущий малыш станет 12-м правнуком королевы Елизаветы II и будет лишь на полгода старше первенца ее младшей сестры, 31-летней принцессы Евгении, та родила мальчика от своего супруга Джека Бруксбенка 9 февраля этого года.